Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о простых методах лечения при болезнях желудочно-кишечного тракта. В принципе, этих болезней очень много, но мы с вами затронем хотя бы те травы, которые можно использовать при воспалительных заболеваниях этой системы. Когда есть воспаление, когда есть боли, когда есть такие проблемы, как изжога, как неприятные ощущения в желудке, в кишечнике, можно применять такие травы, как зверобой, ромашка, солодка, аир. Эти травы, которые обладают хорошим противовоспалительным действием. Есть еще трава, которую мы тоже можем применять, фенхель или укроп, семя фенхеля или укропа. Как правило, эту траву мы добавляем, если есть проблема с повышенным газообразованием. Если такого нет, то можно ограничиться вот этими травами. Для того, чтобы сделать сбор, мы обычно берем в количестве, эти травы в количестве одной десертной ложки каждой травы. Итак, мы берем с вами зверобой, одна десертная ложка, ромашка, одна десертная ложка, солодка. Кстати, хочу сказать о солодке, что если, например, у вас есть проблема с повышенным артериальным давлением, то солодку можно даже и не применять, потому что при таком длительном ее употреблении давление может немного повышаться. И, наконец, аир. Тоже одна десертная ложка. Бывает аир, когда он продается в форме пакетиков, то тогда мы можем брать один или два пакетика на такой чай. И мы заливаем этот чай кипятком. У нас с вами получается чай в количестве 700-750 миллилитров. Чай на один день. Такой чай лучше всего пить три раза в день по одному стакану за полчаса до еды. При болезнях желудочно-кишечного тракта важно соблюдать другие правила, особенно что касается питания. Очень важно исключить продукты, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку желудка. В частности, это продукты, которые содержат много жира и особенно животного жира. Кроме того, это копченые продукты, содержащие уксус. Это продукты, которые содержат в своем составе приправы, острые приправы. В частности, это перец красный, черный, острый перец. Это горчица, это хрен, это гвоздика. Вот эти приправы лучше исключить при этих заболеваниях. Желательно исключить такое вещество, как кофеин. Кофеин, содержащий напитки. То есть это кофе, чай, какао, шоколад, напитки типа колы. То есть это то, что содержит кофеин, потому что кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает повышение выделения соляной кислоты. Кроме того, при этих заболеваниях мы также можем применять настой семян льна. Его очень хорошо пить для того, чтобы снижать вот эту вот кислотность, потому что он обволакивает стенки желудка и хорошо очень влияет на слизистую оболочку. По примерно вот такому стакану или чуть больше даже, по 150 миллилитров, три раза в день. Три раза в день. Как правило, лучше его пить тоже натощак. То есть если вы чай пьете до еды, то лен лучше пить после еды. То есть это такие вот несложные советы, которые вы можете применять дома. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть и вот эти вот простые средства применять в домашних условиях.